Забинфо.ру Первый информационный сайт Забайкальского края Сейчас на производстве ВК-5 задействованы порядка 274 осужденных. Все они здесь стали пекарями, сварщиками, столерами и даже фермерами. В сварочном цехе работа кипит в прямом смысле этого слова. Делается очередной заказ – фонарные столбы для мемориала боевой и трудовой славы, которые уже в ближайшее время должны быть установлены. В столярном цехе, как принято, пахнет стружкой. Здесь из рук осужденных выходят столы и стулья. Осужденный Егор Гордеев и на воле был столером, поэтому сейчас сознание им дела рассказывает о том, что происходит с закрытыми от обычных людей дверями. Изготавливаем мебель из массива дерева. Мы не делаем по одному, они сразу делают за партии, но около месяца партии. Но у нас не так, у нас каждый занимается определенно, допустим, заготовкой одной операции, другой, третьей. Поэтому нет такого, чтобы один человек делал за день стул или два, вы к этому, да, какая норма. Нет, нет, у каждого своя специализация, и они в общем потом выходят. Второй столярный цех недавно выполнил самый большой заказ за год. Детская мебель в недавно открывшийся детский сад в Карымском районе поступила именно отсюда. Есть здесь свои птицеферма и свиноферма. В пекарне ежедневно выпекают порядка 800 булок хлеба в день. Здесь производство не останавливается ни на минуту. В столовой, где по-домашнему пахнет супом, также трудятся осужденные. Как рассказал журналистам заместитель начальника ФКУ ИК-5 по кадровой воспитательной работе Денис Седунов, осужденные за свою работу также получают деньги. В первую очередь это те, у кого есть штрафы и взыскания, которые они обязаны выплачивать по суду. Но, как выясняется, они и сами не против пойти работать, потому что мало кому хочется просиживать в камере 10 лет. К слову сказать, те, кто работают, живут в отдельном отряде. Здесь все чисто и мало похоже на место заключения. Побывали журналисты в ШИЗО, рассчитанное на 38 лет. Здесь находятся осужденные, нарушившие режим. Осужденные до 30 лет обязаны получить среднее образование. Те же, кто хочет получить специальность, идут учиться в училище. 133 человека на данный момент. Три исполошенные программы. Это мастер строительно-отделочных работ, мастер общестроительных работ и сварщик. И две профессиональные подготовки. Это слесарь по ремонту автомобилей и повар. Исполошные программы у нас проходят 10 месяцев обучения. Профессиональная подготовка. Слесарь по ремонту автомобилей по 5 месяцев. То есть две группы в год получается. И повар 6 месяцев, пекарь 4 месяца. Вот с февраля месяца у нас будет набор слесаря по ремонту автомобилей. И с февраля также месяца будет начинаться набор на пекарей. Больше идут, конечно, на исполошные программы. Это мастер строительно-отделочных работ, мастер общестроительных работ и сварщики. Ну, слесарь по ремонту автомобилей также не хромает. У нас набором повар-пекарь тоже, в принципе, начинает увеличение. Пригодятся ли им в дальнейшем эти профессии, покажет время и то, как сложится их судьба после того, как они выйдут на свободу. А пока в колонии созданы все условия для того, чтобы все-таки встать на путь исправления. Александра Леонтьева, Илья Татауров, специально для забинфо.ру